Мы было думали закончить нашу серию сюжетов о бывших республиках Советского Союза, где как раковая опухоль поселился русский мир. Но, скажем откровенно, нас просто завалили комментами и письмами казахи и попросили продлить эту серию рассказом об их стране. И рассказывать там, как оказалось, есть о чём. Русификация Казахстана продолжалась вплоть до 80-х годов 20-го века. Освоение целины, эвакуация заводов европейской части России во времена Второй мировой войны, наплыв русских, когда 1960-70-е годы в Казахстане нашли полезные ископаемые. И вплоть до осени 21-го года в Казахстане проживало 3 миллиона россиян, что для 20-ти миллионного государства является значимым меньшинством. Но главная проблема даже не в количестве, а в ментальности. Большинство из них не владеет казахским языком и идентифицирует себя скорее с Россией, чем с Казахстаном. А с учётом мобилизации в России их количество прилично возросло. Казахстан стал одним из главных направлений для российских бегунов. Цифра российских мигрантов колеблется от 500 тысяч до 1 миллиона. На сегодняшний день, когда уже прошло полгода, ну от этих полмиллиона осталась, наверное, одна пятая часть. Ведут они себя культурно, потому что они прекрасно понимают, что казахи за Украину. Это правда. Большинство бежавших от мобилизации пока сильно не выступают. Разговаривают шёпотом и, внимание, пытаются найти работу. Наша страна стала привлекательной для трудовых мигрантов из России. За прошлый год работать в Казахстан приехали 63 тысячи россиян. И это в два раза больше, чем в 2021 году. Есть, правда, и такие переселенцы, которые в своей глупости не имеют границ. Представьте, люди бегут от войны на машине, обклеенной символами этой самой войны. Мы, россияне, увидели на нашем стекле машины вот такой знак, набросились на нас с обвинениями, что мы фашисты, что мы напали на Украину. Как раз водитель с вот этого автобуса, казах, сказал, что нам здесь не рады русские, убирайтесь отсюда. Этому водителю от всего украинского народа большой респект. И благо, он не один такой. Убери, давай, 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 убирай, сейчас убирай. Я вот, я вот сейчас снимаю, давай убирайте, быстрее. Вы не кричите, у нас отец умер, они приехали, не расчеты, не паспорта. Убирай, убирай, убирай. Сегодня с зетом, завтра ты танком зайдешь сюда своим знаком, с зетом, понимаешь? На мою землю, на казахскую землю. Рахмет вам, казахские братья. Есть и такие индивидуумы, которые хотя бы из уважения к принимающей стране могли бы не кичиться своими московскими понтами. Мы считаем, сервис хромает. То есть в Москве сервис лучше? Да там вообще просто самый топовый сервис, наверное, который, ну, если человек, у которого был даже там какой-то плохой бизнес в Москве, там кафешка какая-то, он сюда приедет, он здесь действительно очень крутой сервис будет предоставлять, потому что во многих местах там официанты общаются, ну, хрен-то никак. И вот такие пацаны с болот и тетки с зетками на машинах дополняют весь тот негатив, который казахи ассоциируют с россиянами. Ну, я понимаю, приезжих из Украины, это, ну, они от войны бегут, а приезжих из России, ну, они бегут с самого государства, но они свою культуру, свое невежество оставляют здесь, ведут себя очень, ну, не совсем хорошо, они оскорбляют по разным признакам, в Санкт-Петербурге встречался. Украину жалко, а Россия, не знаю, почему приезжает сюда. Но приезжие – это лишь малая толика того вонючего русского мира, который отравляет воздух прекрасных казахских пустынь и степей. Куда масштабнее проблема с теми русскоговорящими, которые уже давно осели в тюркской вотчине. Но при этом ждут русский сапог. Ага, а вы ждете русский мир у себя? Да, да, да. Серьезно ждете? А почему? А потому что так должно быть. Потому что я смотрю на Россию, у них хорошо все. Вы хотите, чтобы Петропавловск полностью стал Россией? Да. Да? На голову не налазит. Тебе земли мало? Бескрайние просторы Сибири с удовольствием примут тебя и всю твою родню. Имперское, понимаете, оно сидит сегодня во всех русских. Это настолько глубоко засело. 40 лет надо водить по пустыне. Вот только тогда это поколение уже смеется. Стоит отметить, что даже несмотря на всю лояльность ко всему российскому со стороны государства, сепаратизм в Казахстане, мягко говоря, не приветствуется. В итоге на супружескую пару завели уголовное дело и осудили на 5 лет за сепаратизм. И таких случаев, где, сидя на теплом диване в Казахстане, россияне ждут прихода российских войск, хватает. Котнамерская область, она приписана к Российской Федерации, чтобы дядя Вова это все разобрал. Если спецслужбы это пропускают, то местные жители стараются доступно объяснить, что такое чемодан-вокзал Россия. А что ты в Казахстане живешь, Россия? Бейся отсюда, мы тебе жить не дадим, тварь, ты понял? Подожди, подожди, давай, подожди. По-флотному извиняйтесь. Извините, пожалуйста, все казахстанцы. Если еще раз так сделаешь, мы перед только благодаря Аллаха и маму свою благодарим. Понял? Понял. Но не диванными войсками едиными. У нас есть и казахи, которые мечтают возродить Советский Союз. Вот один из таких случаев, когда совкадрочеры разъезжали с советским флагом по казахским улицам. А вы недовольны красным знаменем, да? Красным знаменем недовольны? Конечно, для коммунициации в Казахстане. А вы хотите что? А вы что хотите? Это флаг другой у вас. А? А каждый имеет право, имеет каждый право быть таким, каким он хочет быть. А вы как фашисты запрещаете, да? Фашизм вот здесь. Вот это фашизм? Так, флаг поставь на место. Флаг на место сюда отдай. К сожалению, хватает в Казахстане и манкуртов. Большая угроза идет даже от местных граждан Казахстана, сепаратистов, которые здесь обжились, которые знают, что почем, нежели от россиян. Вот, например, как вскрылась предательская проимперская нутро казахского миллионера Рамиля Мухаряпова. Бизнесмен на встрече с российскими мигрантами выразил негодование по поводу того, что не все казахи будут общаться с россиянами на языке «зверева» и «шнура». Вот, ну, на самом деле, вот опять же, если такое произойдет, я буду лично крайне печален. Потому что, ну, кроме ситуации, когда человек реально знает русского, да? Потому что, ну, мне кажется, что все равно это чуть-чуть странно. Чуть-чуть какое-то проявление такого, чуть-чуть национализм. Поэтому, ну, это не от большого, не от большой, как вы скажете, культуры, да? Эти высказывания вызвали шквал негативной критики со стороны местных. И понимая, что это может повредить бизнесу, Мухаряпов предпринял жалкую попытку извиниться. Для начала хочу извиниться перед теми, кого видео задело. Я его пересмотрел. Действительно, было очень грубо и резко сказано. А вишенкой на торте стала вот эта блогерша. Внимание с украино-казахскими корнями. Я не понимаю вообще, почему наши казахи сейчас стали вдруг все дружно скандировать абсолютно нацистские слова. Другам слава Украине, героям слава. Хочется сказать, выключи телевизор и включи голову. Закопай Симоньян у себя в голове. Повесь в себе Соловьева. Утопи Скобееву. Но российские методички засели глубоко. Я вообще воспринимаю этот конфликт как гражданскую войну. И очень больно от того, что гибнут и там, и с той стороны, и с той стороны. И мирные люди, и военные в том числе. Единственное, кого мне не жалко, это, конечно, нацистов. Ну, то есть это вот батальоны Азов, Айдар. Таких мне, конечно, не жалко. И я, конечно, не хочу, чтобы они вообще были. Российская пропаганда – это бич Казахстана, который превращает критическое мышление в кашу и производит покорное стадо. Российская пропаганда для русскоязычного населения за пределами России играет даже больший эффект. И Казахстан здесь не исключение, а наоборот правило. Российская пропаганда в формате 24 на 7 вещает абсолютно беспрепятственно в любом уголке Казахстана. Именно из уст этой самой Роспропаганды звучат не только обвинения в наличии в Казахстане каких-то натовских биолабораторий. Лаборатории в Казахстане, о которых мы все забываем, забываем. Я тогда все смеялся на тему того, ну не может же быть, ну Казахстан и Америка, ну как, ну военной лаборатории. Так нет, а по-русски они есть. Но и угрозы, мол, не забывайте, кто в регионе хозяин. В перспективе Казахстан представляет для нас по-прежнему очередной фронт, который может возникнуть в любой момент. Всевдоимперия не устает повторять придуманную ею же ложь, что Казахстан – это русская земля. Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Собственная территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза. А потом только решила выйти из состава этого Союза. Ну хотя бы тогда выходила с чем, с чем пришла. И не тащила бы с тобой подарки от русского народа. Есть такое красивое украинское слово – навиглас. Оно идеально подходит для недоисторика Путина и его халуев. А гузы и кипчаки жили на территории современного Казахстана, еще когда на месте Москвы жабы квакали. А казахское ханство было вероломно завоевано и вошло в состав Российской империи в 1848 году, за 70 лет до развала этой самой империи. А еще через 20 лет лаптеногие начали активно заселять территорию современного Казахстана. 21 ноября 1868 года в канцелярии царского правительства издается временное уложение, согласно которому все земли Российской империи, включая казахские степи, переходят в государственную собственность. С этой поры начался уже массовый приток Казахстан-русских переселенцев. Для понимания, казахов в конце 19 века постигла судьба американских индейцев, которые были вынуждены жить в резервациях. Так о каких незаселенных землях эти недоисторики говорят? О каких подарках русского народа? Но они верят, потому что им нравится эта картина мира. Им нравится картина мира, где Россия сильнее всех, где Россия диктует всем свои правила игры. А потом некоторые так называемые блогеры удивляются, что россиян в Казахстане, мягко говоря, не очень жалуют. Русофобия принимает невообразимые масштабы. Мне метиски на одном гуманитарном очень мероприятии деятель искусств, видный, сказал, просил. А вот я вижу, что вы метиска, но надеюсь, что не с русскими. Я говорю, почему? Ну, потому что русские токсичны. Экранные политики и эксперты делают всё, чтобы продемонстрировать превосходство россиян над другими народами и нациями. Такой себе экранный шовинизм. Очень легко можно было бы заблокировать российские телеканалы. Даже нейтральный Туркменистан умудрился прекратить вещание российских телеканалов. Но не пропаганда единая. Существует в Казахстане такое движение, как семиреченские казаки. Случись, что это готовые зелёные человечки. Если Путину только понадобится, мобилизацию они сделают элементарно. Численность этого формирования – несколько тысяч человек. Позиция их однозначна. Ты хочешь, чтобы здесь китайцы были вместо России? Невозможно, понимаешь, Казахстану прожить без ядерного зонтика России. Хотим напомнить, что именно псевдоказаки стали так называемым народным ополчением в Крыму и на Донбассе в 2014 году. Именно ряженые стали теми полицаями, кто усмирял неугодных и занимался мародёрством и бандитизмом, тем самым вергая украинские территории в хаос. Завтра переформирование и идём наступление. Поэтому думайте, казахи, лучше учиться на чужих ошибках. Наш верховный атаман Юрий Филиппович, он, конечно, ведёт уже давно эту работу о том, чтобы казакам была выделена территория. При этом правительство Казахстана ведёт очень скользкую политику, так сказать, на двух стульях. Официальная Астана сохраняет нейтралитет, хотя в ООН порой и голосует на стороне России. Если в 2021-м наша страна в этом рейтинге занимала первую строчку, как самая дружественная России, то теперь мы лишь на четвёртом месте. Это же касается и русского языка в Казахстане. С одной стороны... Мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русскими языками. Это в интересах подрастающего поколения. И даже объявляют... Символично, что в наступающем 2023 году в Содружестве будет праздноваться или отмечаться год русского языка. Для многих казахов, к слову, год русского языка в Казахстане стал не то что удивлением, а даже оскорблением. Что такое произошло, чтобы объявлять год русского языка? Этот колониальный язык какая-то напасть на наши головы. Он вписан в нашу Конституцию. Ладно, если бы был месячник русского языка. Год. Что это за ужас? С другой стороны, в Казахстане планируют перевести письменность кириллицы на латиницу и внедрить казахский язык во все возможные сферы, где ему уделялось недостаточно внимания. Российские парламентарии вновь обеспокоены положением русского языка в Казахстане. Внимание депутатов Госдумы привлекло решение использовать преимущественно казахский язык на вывесках и рекламе. Мне хорошо знаком азиатский менталитет, и, к сожалению, в Азии хорошо понимают только язык силы. Эта сила не обязательно должна быть проявлена, но возможность применения должна быть продемонстрирована. Вот она, бескультурная лаптевидная ментальность северных соседей. Язык силы. А зачем мне этот язык, когда я говорю на самом прекрасном языке в мире, правда? Ну, зачем мне нужно учить еще какой-то язык этот непонятный? Мы в миллионный раз повторяем — в чужой монастырь со своим уставом не суйся. Да и кулаком угрожать уже не стоит. Все прекрасно увидели, чего стоит вторая армия мира. При этом шапкозакидательством заниматься не стоит, а лучше заняться модернизацией своей армии. Потому что, как показывает действительность, это крайне необходимая мера, имея такого соседа, как Московия. Наша страна, по оценке военной мощи, теперь занимает 63-е место из 145 возможных. Лучшей армией мира назвали американскую. А вот Россия сохранила за собой второе место, несмотря на то, что уже год кроваво воюет с Украиной, у которой только 15-я строчка. Также политика двух стульев прослеживается и в санкционном вопросе. С одной стороны, Казахстан показывает, что все будет прозрачно. И с 1 апреля в Казахстане заработает онлайн-система, которая будет отслеживать все товары, которые вывозят и возят из страны. И попыткой Казахстана продемонстрировать соблюдение санкций против России. А с другой, Казахстан, наряду с Китаем, Сербией, Турцией и Эмиратами, является одним из лидеров помощи России по обходу западных санкций. В 2022-м Казахстан экспортировал в РФ передовые полупроводники на сумму 3,7 миллиона долларов. В 2021-м эта сумма была всего 12 тысяч долларов. Это же касается и других товаров двойного назначения. Везут из Хельсинки в Астану машины и оборудование. Все опять из санкционного списка. Финские журналисты подмечают, товары идут по земле, через территорию России и, вероятно, даже не доезжают до адресата. Причем эксперты это оправдывают обязательными условиями печально известного таможенного союза. Казахстан по этим договорам просто обязан помогать России обходить санкции. Это не просто просьба будет, это просто обязанность. Ну, конечно. Если бы Московия так выполняла подписанные ею договора, никакой войны бы не было. А так Казахстан косвенно за счет продажи электроники помогает бомбить мирные украинские города. Всего за 10 месяцев прошлого года из Казахстана в Россию было продано электроники, бытовой и компьютерной техники и телефонов на 575 миллионов долларов. Только компьютеров, мониторов и проекторов было продано на 375 миллионов, а годом ранее меньше, чем на миллион. Рост за год почти в 400 раз. При этом не забывает Казахстан и про Запад. Благодаря тем же санкциям казахи стали намного активнее продавать свою нефть в Европу, тем самым заменяя на этом рынке Роснефть. Но главной жительницей Казахстана является не черное золото, а другой политически важный элемент. 40% поставок всего урана природного в мире осуществляет Казахстан. Мы являемся номер один. Верно. И из 13 уранодобывающих проектов Казахстана Росатом запустил свои руки в 6 из них. Причем запустил глубоко и теперь может спокойно терроризировать Европу атомной иглой. В Центральной Европе эксплуатируется 18 ядерных энергоблоков советского проекта. И как вы думаете, кто производил топливо для всех этих энергоблоков? Верно. Росатом. А откуда брался уран для топлива? Верно. Из Казахстана. И именно отсюда растут ножки у венгров и турков, которые так активно поддерживают Кремль. Ведь Московия строит атомные энергоблоки на территории этих стран. То есть просто вгоняет в зависимость, выйти из которой крайне сложно. Это же не просто так взяли, завантажили лопатою уран в какой-то там, умовно говоря, блок. Нет. Это очень сложная технологическая конструкция. Сотни оригинальных компонентов, которые просто так не заменишь. Как говорил Веспасиан, деньги не пахнут. И Казахстан пользуется этим правилом вовсю. Что же касается национальных интересов, то за исключением языкового заигрывания, направление правительство выбрало в пользу казахизации. Так, например, Казахстан ужесточил правила пребывания россиян в республике. В Казахстане вступили в силу новые правила въезда и пребывания для иностранцев. Отменили так называемый визаран, когда можно было обнулять сроки нахождения в стране после пересечения ближайших границ. Также планируется планомерная декоммунизация. Изменение названия улиц, городов и даже некоторых областей. Героизация советских деятелей более не приветствуется. Группы активистов буквально заставляют наших граждан поверить в мифологизированные биографии партийно-газударственных деятелей советского прошлого. При этом во многих сферах правительство и народ живут в разных мирах. Не будет лучше! Как жили, не щевали! Да ведь не щевать будем! Многие не доверяют власти, что и подтвердили недавние выборы в парламент. Сегодня вышел отчет у БСЕ, который четко говорит о том, что цифры за партией превышают в два раза, нежели реальная явка была на избирательных участках. То есть это тотальная фальсификация и сброс бюллетеня. Казахи просто разуверились в свободе выборов. Ведь все оппозиционные партии были недопущены. А те, кто был в списках, в разной степени лояльны к правящей партии. Поэтому многие решили даже не принимать участие в этом шоу. В Алма-Ате, в самом большом, политизированном городе, в самом протестном, настроенном городе Казахстана, явка всего 12,8% реальная. Но это личное дело казахов. Только им решать, что и как будет в их стране. Не нам туда лезть. Они сами разберутся. Для нас куда важнее помощь и поддержка казахского народа. А в этом они реально красавцы. Тут и митинги. Россия! Убирай свою армию! Забирай своих солдат, пока живы! Да! Слава Украине! Героям! Слава Украине! Героям! Слава Украине! Крым украинский! Мы казахи за счастье украинцев и за счастье своих детей. И гуманитарная помощь. Третий день в посольстве Украины собирает гуманитарную помощь. Неравнодушные жители столицы с 8 утра приносят все, что может помочь в этот нелегкий период жителям Украины. И донаты на ВСУ, и даже казахские добровольцы. И я не думал, что когда-то я буду носить форму, но не с флагом Казахстана. Отчего стоят юрты несокрушимости, теплом которых казахи обогревают украинцев? Еще одна казахская юрта. На этот раз в городе Днепре. На открытии юрты собралось несколько десятков человек. Среди них местные жители и казахи, проживающие в Украине. Людей угощали пловом и баурсаками. Там дети играли для них на музыкальных инструментах. И что немаловажно, большинство казахов искренне понимают, что украинские парни и девушки воюют не только за Украину. Они воюют не только за Европу. Они воюют и за все постсоветские республики. Если бы, допустим, у них удалось бы с Украиной, это все. Поэтому я считаю, что Украина воюет и за нас тоже. И это правда. Хотим вам показать один опрос, проведенный на России после года трусливой путинской войны. Нападение на Казахстан одобрили 26% россиян. Вторжение в Литву, Латвию и Эстонию поддержали 34% респондентов. Четверть россиян вот так, с куста, готовы одобрить решение бункерного напасть на Казахстан. И это после мусорных пакетов с останками сына, после пельменей за мужа и цветочка за брата. Они неизлечимы. Русофобия – это все, чего вы добились своими дебильными действиями. Не дай бог, вы еще решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы у вас не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков. Алга Казахстан. Украина этого не забудет. Мы будем святкувать перемогу разом. Слава Украине!